Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Автор сотен видео в интернете. Только на моем канале ютуб. Более 700 видео, в которых я рассказываю, что такое правильное питание, как правильно пить воду, как правильно дышать, как правильно двигаться. То есть основные компоненты этого мифического здорового образа жизни, про который многие слышали, но не знают как это делать правильно. Если вы все делаете правильно, то вы дольше находитесь на этапе профилактики 30 тысяч известных на сегодня болезней. А если вы что-то делаете не совсем правильно, вы можете попасть на лечение тех самых 30 тысяч болезней в разных сочетаниях. И на этом этапе тоже можно применять правильное питание. Это называется диета при разных заболеваниях. А можно использовать средства народной медицины. Только правильно. Или средства официальной медицины. Но сегодня решил написать видео про самый опасный переходный возраст у людей. Причем часть людей уже прошли, слава богу, этот возраст. Ну и в зависимости от того, как они это сделали, многое решается в их дальнейшей жизни. Часть людей находится в этом возрасте. И очень важно в каких условиях этот возраст проходит. Сопровождение этого возраста правильное. А часть ваших родственников может попасть в этот возраст. И это здорово. Потому как, зная как правильно сопровождать, люди проходят его с минимальными потерями и с максимальной пользой для вашего здоровья. Чем опасен этот период? В некоторых странах даже сегодня смертность составляет десятки процентов. А еще 100-150 лет назад она была еще выше. 50-60 процентов и более. Но! Сегодня, благодаря развитию медицины, современному уровню знаний, можно не только правильно сопровождать каждого человека в этом не самом простом периоде его жизни. Но и правильно к нему подготовиться. Зная время старта. Что также очень важно. что позволяет снизить смертность в этом периоде к менее чем 1 проценту. Иными словами. В 50-60 раз по сравнению с тем, что было 100-150 лет назад. И одновременно можно создать условия для более здоровой и полноценной дальнейшей жизни. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете в каком возрасте начинается этот самый опасный переходный период в вашей жизни. Вы также узнаете опасности, связанные непосредственно с вхождением человека в этот переходный период. Ну и опасности, связанные с неправильным питанием в соответствии с особенностями работы пищеварительной системы человека в этом переходном возрасте. Смотрите видео дальше. Я думаю, вы получите много интересной, полезной для вас. И где-то в чем-то новой информации. В каком же возрасте начинается этот самый опасный для жизни переходный период? И в каких условиях лучше, чтобы этот период начинался? Учитывая статистику, чтобы снизить смертность в 50-60 раз. Не на проценты, а в разы. Лучше, чтобы этот период начинался в специализированном медицинском учреждении. Но. Сегодня все чаще и чаще. Этот период начинается в домашних условиях. Без риска для жизни. Правда в этом случае современная медицина со всеми ее средствами и возможностями должна находиться у вашего дома. Не по месту дислокации. Потому как вопрос жизни и смерти это оказание медицинской специализированной помощи в случае развития осложнений. А здесь счет идет не на часы и не на дни. А на десятки минут, а может быть даже и на минуты. И очень важно знать, конечно, начало этого периода. Большая часть людей уже этот период прошла в разной степени, успешно. Но. Часть из ваших родственников в этом периоде может быть находится. А часть легко может в него попасть. И этот период стартует за минуты, десятки минут. А может быть за несколько часов до вашего официального дня рождения. И продолжается примерно до первого года жизни. Это самый сложный период в жизни человека. И те опасности, с которыми вы в свое время встречались, а ваши родственники могут встретиться. Основные опасности. Вы их узнаете прямо сейчас. Какие же опасности непосредственно связаны с вхождением человека в этот непростой переходный период? Их несколько. И часть из них возникает еще до рождения ребенка. За секунды, за минуты, даже за часы. Их важно правильно понимать и правильно использовать. Поэтому имеет большое значение. Роды идут в подготовленном помещении дома. Либо в специализированном медицинском учреждении. Результат будет один. А если женщина немножко задержалась дома. Пытаясь доварить борщ. Чтобы у мужа было что есть. В те несколько дней, пока она будет находиться в роддоме. А теперь у нее партнерские роды с мужем. Но без медицинского сотрудника. В коридоре. В лифте. В маршрутке. В такси. В автомобиле с мужем, когда он за рулем. На телеге. Под кустом. В лесу. В поле. С возвратом. К тем самым процентам. Которые были по смертности 100-150 лет назад. В то время, когда роды идут в специализированном учреждении. Либо в подготовленных домашних условиях. Ребенка после рождения обычно выкладывают на животик маме. И в этом случае, если у мамы чистая кожа. Иными словами, у нее на коже находятся какие-то микроорганизмы. Которые легко контролирует иммунная система мамы. И при контакте с кожей ребенка. Эти микроорганизмы будут колонизировать кожу ребенка. А мама при правильном питании. Передаст им пассивный иммунитет. Если дерматит в этой ситуации разобьется. То он будет невыраженным. И не будет серьезно влиять на общее состояние ребенка. И на количество гипертонических кризов. Или сердечных приступов. У ближайших и отдаленных родственников. А вот какая вторая опасность. Постерегает непосредственно. Связана с родами. С вхождением в этот период. Вы узнаете прямо сейчас. Опасность вторая. Терморегуляция. Такой задачи у ребенка до рождения не было. Это была задача мамы. Как доставить к матке нужное количество крови. Для того чтобы согреть этот своеобразный биологический инкубатор. Внутри которого с максимальной скоростью и эффективностью должен развиваться ребенок. Иными словами. Для того чтобы ребенок родился без пороков развития. Полностью созревшим и сформированным. В своем возрасте. Температуру внутри матки нужно поддерживать в оптимальном диапазоне. После рождения. Или даже еще до рождения. При рождении любой части тела ребенка. Как только она начинает контактировать с окружающей средой. Которая обычно более прохладная. Ребенку нужно поддерживать температуру тела самостоятельно. Иными словами. Примерно 30 процентов пищи. Ребенок должен тратить просто на согревание своего организма. То есть иными словами. Питание после рождения должно быть более интенсивным. Чем внутриутробно. Более того. Не просто питание. Ребенку нужен еще и противовес. Пища дает согревание организма. А вода дает охлаждение. И важен баланс этих двух компонентов. Для того чтобы у ребенка не поднималась чрезмерная температура тела. И чтобы помочь ребенку войти в этот период жизни. В жизнь фактически большую. Наиболее спокойным образом. Ребенку можно помочь. Да. В первые дни жизни ребенок будет получать водные процедуры. Которые можно использовать правильно. Для того чтобы помочь системе терморегуляции работать. А в первые минуты его жизни. Ему тоже можно помочь. Ванны ему тут не показаны. А ему показана совершенно иная процедура. На голову одевается шапочка. Варежки на руки. На ножки носочки. В этих условиях наиболее удаленные части тела. Где идут просто потери тепла. Лишние потери тепла. Они уменьшаются. Соответственно ребенку для полноценного развития. Нужно меньше пищи. Или если он будет получать больше пищи. Он будет развиваться лучше. В этих условиях. Старт. Вход в этот период. И вот эта опасность. Она становится минимально значимой. Но какие еще опасности подстерегают ребенка. В этом непростом периоде. Вы узнаете прямо сейчас. Опасность третья. Она связана с органами дыхания ребенка. Пока ребенок получает через плаценту достаточное количество крови. Он дышать не будет. У него все хорошо. А вот когда после перерезания пуповины. Перевязки пуповины. Поток крови прекратился. Ребенок попадает в жесткую гипоксию. И чем у него активнее обмен веществ. Тем раньше и сильнее он сделает первый вдох. И обозначит свое присутствие в этой жизни. Громким хорошим криком. Крик это здорово. Это неплохо. Это прекрасно. Легкие ребенка расправились. Потому как заполнены воздухом. Но! Важно воздухом какого качества заполнены легкие ребенка при первом вдохе. И очень плохо если у вас партнерские роды в коридоре. В лифте. В автомобиле. Немножко лучше если это в лесу. Под копной сено. Или в поле. Но лучший вариант это партнерские роды. Либо на дому. Либо в лечебном учреждении. Где воздух к этому подготовлен. К тому чтобы ребенок сделал первый вдох наиболее чистым воздухом. Но! Это не единственная особенность. Вторая особенность. После туалета кожных покровов ротовой полости. Ребенок должен оказаться на животике мамы. И в этом случае не только кожа его обсеменилась бактериями. И они там теперь живут. Но! Если ребенка расположили лицом к лицу с мамой. Это не для того чтобы мама рассмотрела особенности его лица. И сравнила на кого из родственников он больше похож. А для того чтобы при дыхании мама помогла поселиться в дыхательной системе ребенка. Тем микроорганизмам которые есть у нее там. То есть которые не вызывают у нее воспалительных процессов. Потому как у нее иммунитет по отношению к ним достаточно силен. А вот что делать. Как правильно запустить пищеварительную систему ребенка. С чего начинать правильное питание ребенка. Для того чтобы и эти микроорганизмы не вызывали воспалительных процессов в дыхательной системе. И на коже не развивались микроорганизмы патогенные. Вы об этом узнаете. Прямо сейчас. Какие же основные особенности в правильном питании мамы и ребенка нужно учитывать. Чтобы после рождения ребенок имел возможность. Примерно треть пищи тратить на поддержание постоянной температуры тела. Еще треть пищи примерно ребенок мог тратить на поддержание активности иммунной системы. Чтобы окружающие его теперь в непосредственном контакте находящиеся различные бактерии и вирусы. Не имели шансов в любое время и в любом месте вызвать воспалительный процесс и нарушить развитие ребенка. А оставшуюся пищу ребенок мог тратить на рост и развитие. И радовать родителей дополнительными граммами и килограммами веса и сантиметрами роста. Этих особенностей несколько. И коль волей случая ребенок в чепчике, в варежках, носочках оказался под одеяльцем на животике у мамы. То грех его дразнить запахом молока, а нужно дать попробовать. Тем более, что ребенок получает первые две недели не чистое молоко, а молоко с молозивом. А молозива это та иммунная защита, которую знает мама. То есть иными словами, те инфекции, с которыми мама познакомилась за всю свою предыдущую жизнь и выработала к ним иммунитет. Вот этот пассивный иммунитет с молозивом приобретает ребенок. И ему, грубо скажу, чихать на все бактерии и вирусы, с которыми мама знакома. Вот не чихать на новых бактерий и новых вирусов. Поэтому первый месяц, пока ребенок адаптируется к новым для него условиям, конечно, желательно, чтобы родственники посещали ребенка через интернет, через скайп. Можно по телефону, но не лично. Потому как каждый родственник имеет свой набор инфекций, который может быть не идентичным маминым и может спровоцировать любой воспалительный процесс у ребенка. Пусть ребенок первый месяц адаптируется к окружающей его среде и формирует свой собственный иммунитет. В этом случае, для того, чтобы этот процесс происходил правильно, у мамы попадает такой интересный конвейер. В процессе которого она должна примерно 8 раз в день перекусывать, а потом подкармливать своего ребенка. Потому как, собственно, прием пищи усиливает образование молока и облегчает употребление этого молока ребенком. А вода может присутствовать у мамы, собственно, в пище. Или, если ее будет не хватать, а об этом может говорить повышение температуры ребенка без причины. В этом случае ребенка нужно немножко подпаивать водичкой. И вот эта игра поела, покормила, поела, покормила. А ребенок поел, поспал, поел, поспал. Ну, безусловно, сколько раз ребенок кушает, он столько должен и опорожнять первое время кишечник. Мочевой пузырь может опорожняться и чаще. В этом случае все прекрасно. Ребенок развивается здорово. И первых 2-3 месяца практически ребенку абсолютно достаточно материнское молоко. Но! Ребенку достаточно по качественному составу чисто материнское молоко. А не та пища, которую мама может употребить. Это разные вещи. Потому как у мамы должно быть для того, чтобы ребенок получал здоровое молоко, у мамы должно быть здоровое питание. Иными словами, пища должна быть натуральная, правильно приготовленная и хорошо переварена в пищеварительной системе. Иначе, не полностью переваренная пища – это процесс брожения или гниения у нее в кишечнике. А соответственно, с молоком уже попадают продукты брожения или гниения к ребенку. И этот процесс нужно просто правильно контролировать. Да, условно здоровая мама обычно рожает в более молодом возрасте. Но пищеварительная система сегодня стареет быстрее, чем люди. Она работает хуже, чем это было раньше. Поэтому не всегда мама способна полноценно переварить всю доступную ей пищу. Но регулировать нужно, если на какую-то пищу ребенок отреагировал плохо, вздутием живота, какими-то высыпаниями. То нужно вычислять эти продукты питания и убирать их из рациона. И первых три месяца жизни ребенка, по большому счету, ему достаточно материнское молоко. А дальше все зависит от того, какие события в жизни ребенка происходят. И какие основные моменты нужно контролировать, чтобы понимать, можно ли расширять рацион ребенка или нужно все еще питаться материнским молоком. Вы об этом узнаете прямо сейчас. Какие же основные особенности развития новорожденного ребенка нужно контролировать, чтобы обеспечить ему правильное, полноценное, здоровое, сбалансированное питание? При попадании любой пищи в исходно стерильную пищеварительную систему ребенка, там развивается функциональный или транзиторный дисбактериоз. Пища не стерильна. И содержащиеся в ней микроорганизмы имеют первичное право использовать ее по своему усмотрению, вызывая брожение либо гниение. Но! Для того, чтобы этот дисбактериоз имел возможность самоисцелиться на протяжении первых 3-4 дней, как это должно быть у любого здорового ребенка, пища должна быть определенного состава. И самое лучшее лекарство от этого дисбактериоза – материнское молоко, попадание которого в пищеварительную систему ребенка создает прекрасные условия для развития молочнокислых бактерий. И ребенок получает сразу несколько дополнительных бонусов. Во-первых, молочнокислые бактерии – их продукты жизнедеятельности полезны для ребенка в том числе. С другой стороны, их активное развитие конкурентно вытесняет другие группы микроорганизмов, которые будут в данном периоде времени для ребенка не самые спокойные и самые полезные. И формируются в пищеварительной системе в кишечнике надежный иммунный щит. Обилие молочнокислых бактерий позволяет им небольшие порции микроорганизмов, попадающие с новой порцией материнского молока, со слюной, с водой, а со временем и с другими продуктами питания при расширении рациона ребенка спокойно их конкурентно подавлять и не давать им активно размножаться. Больше того, такое молоко, обработанное молочнокислыми бактериями, легко усваивается, а соответственно более полноценно используется ребенком для своего роста и развития. Если материнского молока хватает количественно, ребенок растет и развивается в соответствии с возрастом, то есть набирает свои килограммы и сантиметры, так как и другие дети с его возрастом и его полом. Если же молоко материнское не устраивает ребенка качественно, могут быть разные ситуации. У ребенка могут появляться склоны к поносу, либо склоны к запору. Может изменяться качество и количество мочи. Может изменяться состояние кожных покровов. В данном случае ребенок как индикатор показывает, какие продукты питания поступили в организм мамы и не смогли у нее полноценно перевариться, полноценно очиститься в печени и попали с материнским молоком в организм ребенка, у которого незрелая пищеварительная система, плохо работают, хуже работают, чем во взрослом состоянии печень, почки. И организм показывает как индикатор, что мама ему дает не самое здоровое питание. А соответственно вопрос, что изменить в рационе мамы, чтобы питание для ребенка стало более здоровым. Потому как первые 3-4 месяца ребенок на 100% зависит от того, что дает ему мама. Пока у него не проявится одно изменение, о котором я расскажу прямо сейчас. Важный сигнал о том, что пищеварительная система ребенка перешла на новый уровень активности и качественно может переварить более разнообразный рацион, чем материнское молоко, ребенок перестал контролировать слюну. Иными словами, ребенок с трудом проглатывает образующуюся слюну и часть ее просто стекает изо рта. В этом случае в пищеварительную систему уже могут попадать и не только попадать, но и полноценно перевариваться крахмалистые продукты. А именно крупы, а именно хлебобулочные изделия, а именно крахмалистые корнеплоды. Крахмал в этом случае расщепится до простых углеводов и попадет в кровь. До этого состояния крахмал мог служить питательной средой для не самой простой микрофлоры в кишечнике. Но! Важно принцип постепенности и качество продуктов питания остается на первом месте. Иными словами, в пищеварительную систему ребенка новые продукты питания должны попадать в малом количестве и не больше одного продукта в неделю. Чтобы вы могли полноценно оценить, насколько продукт питания легко переварился и без особенностей усвоился. В этом случае вы поставили плюсик и этот продукт питания остался в рационе ребенка. Если же ребенок каким-то образом вздутием живота, какими-то изменениями поведения, настроения, высыпаниями на кожу реагирует на новые продукты питания, уберите его временно из рациона и пробуйте другие продукты питания. А этот внесете позже, когда пищеварительная система ребенка другими продуктами питания будет потренирована и более активно работать. Второй момент, который указывает, что пищеварительная система ребенка перешла до следующего уровня активности. При переедании грудного молока ребенок срыгивает не просто молоко, а створоженное молоко. В этом случае это индикатор того, что в желудке стала вырабатываться соляная кислота. А значит желудочный сок теперь может переваривать белки, в том числе и животного происхождения. И это еще один сигнал тому, что рацион ребенка можно расширять и далее, обеспечивая ему более правильное и полноценное питание, индикатором которого рост и вес набираются по возрасту. А на этой позитивной ноте я это не самое простое видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю какое еще видео, про какой переходный возраст не самый простой в жизни человека. Напишу, чтобы ваше здоровье было лучше и крепче. До новых встреч на моем канале! Крепочку! Продолжение следует...